Честно, я помню, как вас зовут, и как предмет ваш называется тоже. ТОЭ? Правильно, а, вас зовут. Меня зовут Витя. Виктор Арсланович Гаврилов. Хорошо, хорошо, давайте перейдём к защите. Закон ОМА — это эмпирический физический закон. А вообще, я в КВН играю за университет, и декан об этом знает, вон староста подтвердит. О, прости, нет у тебя больше старосты. Товарищ студент, пожалуйста, продолжайте. Вы начали рассказывать о формулировке закона ОМА. В чём измеряется ток? Курсач, вы закончили? Или заказали, как обычно? Ватт или вольт единица измерения напряжения? Ватт. Откуда ты такой тупой? Ватт? Мне кажется, ты с гуманитарного перевёлся. Вольт? На пары по-английскому ты ходил? Да. А на мои пары ходить не надо, значит, да? Ну я же... Первый закон Киргофа. Первый закон Киргофа. Киргофа! И второй закон Киргофа, твою мать! Говори, какая зависимость между токами для узлов? Сума токов. Дальше. И болт. А при чём здесь болт, сука? Ватт? Все мои лекции ты пропустил. Придёшь на пересдачу? Нет! Чем тебе не нравится мой предмет, студент? Или я? Или я тебе не нравлюсь, как преподаватель. Вместе стоя. Но ведь без знаний по той из тебя не получится, хороший инженер. Ты хочешь стать хорошим специалистом? Да! Тогда надо было посещать все мои лекции. Все практики, 79 лабораторных. Курсач надо было тоже сделать самому. И хотя бы помнить, как меня зовут. И как называется мой предмет. Итак, урок первый. Имя преподавателя Виктор Арсланович. Предмет теоретические основы электротехники. А мощность измеряется в ваттах. И надо знать разницу с киловатт часами. И первый закон Киргофа гласит, алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю. И очень жаль, что ты этого не знал.